Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала обо всем, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора принадлежит к продукции славного концерна Toyota, очень почитаемого и уважаемого в нашей стране. Это своего рода культовая модель, предел мечтаний тех, кто ищет для себя полноразмерный большой минивэн комфорт-класса. Эти автомобили имеют все шансы попасть в разряд запрещенных к экспорту из Японии, да уже попали, благодаря большому объему двигателя. И если бизнес не найдет каких-то окольных путей по доставке этих автомобилей в нашу страну, скорее всего поток импорта этих машин иссякнет, а жаль. Сегодня в нашем выпуске Toyota Alphard в кузове H20. Toyota Alphard в кузове H20 это второе поколение большого минивэна. Эти машины появились в 2008 году и выпускались по 2015 год, пройдя через обновления на рубеже 2011 года. Изначально эти модели комплектовались только двумя вариантами бензиновых моторов. 2,4 литра на 170 лошадиных сил и 3,5 литра на 280 лошадиных сил. Моторы оснащались соответственно вариатором младший двигатель и автоматической коробкой передач старший по объему. Привод у машины мог быть передний либо полный. Рестайлинг 2011 года привнес в гамму этих автомобилей еще и гибридную версию с мотором 2,4 литра, но дефорсированным до 150 лошадиных сил, плюс электромоторы. Все гибридные Alphard были только полноприводными. За заднюю ось отвечал отдельный электродвигатель. Наш сегодняшний экземпляр 2012 года выпуска. Это рестайлинговая машина как раз таки в гибридном исполнении. 2,4 литра, 150 лошадей и полный привод. Габаритные размеры этого автомобиля, несмотря на то, что внешне Alphard вполне напоминает дом, довольно таки скромная длина этой машины 4 метра 84 сантиметра, ширина 1,83 метра, а высота 1,89 метра. То есть на дороге этот большой и вместительный автобус занимает не больше места, чем иной седан бизнес-класса. Колесная база у этого автомобиля 2 метра 97 сантиметров, а это очень большой показатель. Масса этого автобуса 1915-2190 килограмм, в зависимости от версии исполнения. Так что это отнюдь нелегкая машина. Ну а радиус разворота подстать 5,7 метра. Не запредельное значение, но и назвать эту машину суперверткой тоже язык не повернется. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Toyota Alphard это типичный японец для внутреннего рынка. Разброс показаний толщиномера для родной краски на этом автомобиле будет лежать в диапазоне где-то от 100 до 130 микрон. Причем разброс этот на данном экземпляре достаточно небольшой. Ну и по традиции обзор автомобиля внутри начнем с багажного отделения. Понятно, что это в основном автобус, предназначенный для перевозки пассажиров, но хозяйственные функции ему естественно будут не чужды. Доступ в багажник нам открывает огромная по площади крышка, кстати снабженная электродоводчиком. Хотя электропривода в данном случае на ней нет. Сам по себе багажник при отодвинутых максимально назад задних сидениях третьего ряда довольно маленький. По сути замерять здесь нечего, но увеличить его полезный объем можно сдвинув сидение практически до упора вперед. Если в данной конкретной ситуации вам не надо, например, вести на третьем ряду пассажиров. Предлагаю произвести замер именно в такой конфигурации. Проем здесь просто огромный. Его ширина 125 сантиметров по средней части. Высота салона от пола до крыши порядка 120 сантиметров. Ширина получившегося багажного отделения по полу 130 сантиметров. А ориентировочная глубина багажника до спинок сидений порядка 63. Так что в целом при таком варианте получается очень даже неплохой багажник. С учетом необходимости иногда перевозить какие-то длинномерные узкие грузы, вы можете быть уверены, что до центрального бокса по полу салона у вас будет расстояние порядка 2 метров 30 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств в импровизированном багажнике Альфарда, то это плафончик освещения с правой стороны и по левому краю у нас есть фальшпанель, за которой скрывается аккумулятор, с которого запускаются компьютеры в автомобиле. Напоминаю, машина гибридная. И набор штатного инструмента. Домкрат, баллонник и так далее под верхней фальшпанелью. Что касается самого запасного колеса, то оно здесь располагается снизу, как на внедорожниках, на специальном кронштейне. Что касается салона Toyota Альфард, во-первых, сюда не садишься, сюда восходишь. С поправкой на высоту автомобиля здесь даже есть своего рода ступенька, подножка в дверном проеме. Сидеть на самом деле очень удобно. Руль Альфарда H20 напоминает о былых временах, когда в моде был тонкий обод. И дополнительная отделка деревом еще и усиливает эту ассоциацию, например, с первыми Lexus RX конца 90-х годов. Что касается пространства, места здесь более чем предостаточно. Причем для водителя практически любой комплекции при росте 1,86 м я уселся за рулем абсолютно легко и непринужденно. Сидение имеет электрические регулировки, как, кстати, и пассажирская. Диапазон регулировок достаточно большой. Если отодвинуть сидение до упора назад и опустить максимально вниз, то левая нога практически выпрямится в колени. Правда, при этом будет стоять на площадке для отдыха левой ноги. Тем не менее, с учетом вертикальной автобусной посадки за рулем, места здесь, опять же, предостаточно. Рулевая колонка не имеет электрорегулировки. И здесь все вручную, но есть регулировки по обоим направлениям, как по наклону, так и по вылету. Панель приборов у Альфарда выглядит достаточно оригинально. Цифровка здесь на ярко выраженной внешней отделке шкал. Выглядит это все очень так брутально, как-то надежно и чем-то напоминает Toyota Tundra. Тем не менее, вопросов по информативности этой приборной панели, по ее читаемости, нет абсолютно никаких. С правой стороны, на подлокотнике, к слову, отделанном велюром, есть блок управления стеклоподъемниками. Естественно, все четыре стекла здесь автоматические. Центральный замок плюс память на целых три положения в нашей комплектации. Справа от рулевого колеса располагается блок дополнительных клавиш. Это складывание боковых зеркал, это очиститель воздухоионизатор, это парктроники, это управление подсветкой салона по периметру, а также кнопка запуска остановки двигателя и регулировка яркости панели приборов. На рулевом колесе справа удобный джойстик круиз-контроли, абсолютно традиционный для любой Toyota, начиная от Филдера, заканчивая Land Cruiser M200, к указателям поворота и к рычагу управления стеклоочистителями тянуться не нужно. Все здесь под рукой, переключается все с хорошим усилием, довольно приятно. Также у нас мультируль, позволяющий управлять мультимедийной системой. Что касается самой мультимедиа, здесь довольно большая диагональ экрана для этих годов выпуска. Машина оборудована камерами кругового обзора, которая, естественно, выводится на монитор, выглядит немножко в стиле ретро, но пользоваться ими вполне можно. Ниже располагается панель управления климат-контролем, климат двузонный и абсолютно понятный. Клавиши тактильно различимы, пользоваться, опять же, можно практически не глядя. Плюс можно отдельно управлять климатической зоной для задних пассажиров. А селектор коробки передач в данном случае традиционный, с прорезью пользоваться удобно. Есть отдельная клавиша его разблокировки при выключенном зажигании. С левой стороны от селектора у нас маленькая отделанная чем-то напоминающим бархат. Внутри то ли пепельница, то ли просто ящичек для мелочей. Есть отдельный плоский лоток посредине. Два подстаканника, правда, на огромном центральном тоннеле Альфарда подстаканнички смотрятся так, как будто они рассчитаны не на стакан из кофе, а на маленькие рюмочки. И перед центральным подлокотником клавиша переключение машины в режим электро и режим эко, когда автомобиль старается быть максимально экономным в том, что касается реакции на педаль газа. Центральный бокс у нас открывается в сторону пассажира. Здесь две заглушки, видимо, в какой-то комплектации может быть что-то дополнительное. Есть 12-вольтовая розетка. Сам он не глубокий и, кстати, очень небольшой по объему, что даже удивительно. Основной бардачок Альфарда также не поражает воображение объемом. Но есть интересная фишка в виде выдвижного ящичка, куда можно положить либо мобильный телефон, либо какие-то пишущие принадлежности. Также на потолке есть очечник, что уже встречается не столь часто. Внизу дверных карт довольно большие карманы и место под бутылочку с водой в передней части. В плане обзорности очень выручают те самые камеры по кругу. Есть панорамное зеркальце, в которое вы видите передний край капота и левую сторону, а именно район переднего левого колеса. Ну и абсолютно огромные по площади боковые зеркала, вдобавок имеющие еще и искривленную зону по низу. Так что мертвых зон в этом автомобиле практически нет. Обзорность хорошая. Панель здесь достаточно низкая. Уходит она очень далеко от вас. Лобовое стекло большое по площади. Плюс есть боковые форточки. В общем и в целом претензий по обзорности к Альфарду нет. Ну а привыкать к габаритам придется недолго, ввиду того, что габариты вы опять же видите в панорамное зеркало на левом крыле. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Что касается сидения второго ряда Альфарды. Конечно, пока это самое просторное место второго ряда из всего, что мы до этого показывали в наших обзорах. Даже в Toyota Esquire в силу ее габаритов место немножко поменьше. Ноги удобно стоят на полу. Сидения регулируются в очень большом диапазоне по длине. Есть регулировка наклона спинки. Опять же, вы можете придвинуться практически в упор к переднему креслу, либо отъехать до упора назад. И тогда можете закидывать ногу на ногу. Плюс в дальней дороге однозначно полезной штукой будет наличие оттаманки, которая позволит вам ехать долго и при этом ноги не будут уставать. Также у пассажиров второго ряда есть два подлокотника прямо на кресле. Причем подлокотники имеют настраиваемую высоту. В зависимости от того, как вам удобно, вы можете соответствующим образом его поставить. Из дополнительных удобств для пассажиров второго ряда столик, который имеет в прямом смысле отделку под дерево и два подстаканника в передней части. Складывается он похожим образом на то, как это осуществлялось в старых Honda CR-V. Также на спинках передних кресел у нас есть крючки, на которые можно подвесить пакет. Место под бутылочку в передней двери свой стеклоподъемник. И здесь внизу на центральном тоннеле есть опять же непонятного назначения карманы. Они очень мелкие по глубине и очень небольшие по ширине. Поэтому положить туда что-то более или менее большое у вас не выйдет. На потолке в данной комплектации присутствует большой экран мультимедийной системы DVD для задних пассажиров. А также у задних пассажиров есть свой собственный пульт управления климатом, с которого можно регулировать обороты вентилятора и температуру. Плюс можно задать авторежим, а также управлять подсветкой по периметру крыши. Есть собственные плафоны освещения и отдельные дефлекторы вентиляции, в том числе на потолке. На раздельном втором ряду Альфарда не просто можно отправляться в дальнее путешествие, а прямо скажем предписывается именно так и поступить. Но давайте посмотрим как обстоят дела на сидениях третьего ряда. Что касается сидения третьего ряда Альфарда, то здесь места тоже предостаточно. В данном положении сидение третьего ряда сдвинуто до упора в багажник. То есть опять же ценой объема. Там спинка переднего кресла находится очень далеко с поправкой, что все это движется друг относительно друга в продольном направлении. Можно спокойно разместить здесь пять человек, поскольку центральная часть раздельного сидения третьего ряда по большому счету все же плоская. И никаких тоннелей на полу, само собой, нет. Из удобств для пассажиров третьего ряда по два подстаканника сбоку. Плюс небольшая ниша опять же для мелочевки. И с левой стороны можно открыть удобный подлокотник. Правда, он уже не имеет фиксированных положений по высоте, как на сидениях второго ряда. Тем не менее, здесь на дальняк отправляться также можно. Что касается подкапотного пространства второго поколения Альфарда, здесь могло располагаться три варианта силовых установок. В нашем случае машина рестайлинговая, а рестайлинговые версии получили гибрид. Гибрид этот основывается на бензиновом двигателе объемом 2,4 литра, мощностью 150 лошадиных сил. Это два AZ-FXE. Алюминиевая рядная черверка с цепным приводом ГРМ, без гидрокомпенсаторов, с фазовращателем на впускном валу. А компанию ему составляют еще два электромотора, плюс один мотор-генератор. Электромотор на передней оси выдает 105 кВт, на задней – 50 кВт. Гибридная схема традиционна для Тойоты и по своему устройству, естественно, копирует Тойоту Приус, только с другим агрегатом в базе. Здесь также есть инвертор и также в качестве связующего звена между всем этим хозяйством и колесами выступает планетарный редуктор. Так что в плане коробки передач на гибридном Альфарде поломать что-то крайне проблематично. Вся эта конструкция получилась очень интересной с точки зрения надежности и динамики. Немаленький автобус на электротяге едет очень даже резво, а расход топлива остается достаточно скромный. Большая и тяжелая машина в городе вполне способна укладываться в отметку 10 литров на 100 км пробега. Эту же силовую установку можно обнаружить под капотом Тойоты и Стима. Камри гибрид в сороковом кузове, который, правда, официально у нас не продавались и не поставлялись, и некоторых Лексусов. Чисто бензиновый вариант с двигателем 2,4 литра это 2AZ-FE. Тот же самый мотор, который можно обнаружить под капотом любимой в народе сороковой Камри. Конфигурация та же, что и у гибрида. Четыре цилиндра в ряд, алюминия, два верхних распредвала, фазовращатель на впуске, нет гидриков и балансирные валы в поддоне. Самый обычный распределенный впрыск топлива. И в целом 2AZ-FE был очень неплох, когда средние пробеги таких моторов были до 250 тысяч километров. Нужно отметить, что из списка проблем AZ-моторов под капотом Альфарда, которые, напоминаем, появились в 2008 году, стоит исключить проблему с вытянутыми шпильками головки блока цилиндров, которые на двигателях с 2006-2007 года уже идут увеличенной длины в плане резьбовой части. Однако, это не исключает возможность купить себе AZ-под капотом Альфарда с хорошо залегшими кольцами и, как следствие, с огромным расходом масла на угар. Поэтому понравившуюся машину проверяйте на предмет дымности обязательно. И, кстати, это касается гибридных вариантов тоже. Из других плюс-минус характерных проблем, которых на самом деле у данных двигателей не так уж и много, это проблемы с балансирными валами, с блоком балансиров, что диагностируется по вибрациям и шумам в работе. Также могут на пробегах около 150-200 тысяч километров уже попроситься на замену муфтов и завращателей. И плюсом к тому, возможно, цепь. Но это, опять же, очень сильно зависит от режима эксплуатации автомобиля и от того, какое масло лил сюда владелец и как часто его менял. Также некоторые владельцы встречались с необходимостью менять обгонную муфту на генераторе. Это касается бензиновых версий. Объем заливаемого масла в AZ-бензиновый, это около 5 литров. Вязкость 5,20-5,30. Масло в гибридную версию льется поменьше, 4,3 литра. В плане надежности оба мотора ходят просто отлично. До 350 тысяч километров практически любой AZ-способен доездить. Что касается максимального варианта, то это два GRFE 3,5 литра 280 лошадиных сил. Тот самый мотор, который стоял под капотами Lexus RX 350, Toyota Highlander, Toyota Camry 3,5 и т.д. Здесь уже в модернизированной ипостасе с металлическими трубками маслоподачи на муфты VVTi. Проблема плюс-минус с поправкой на возраст и пробег. Обязательно проверяйте мотор на масложор, поскольку перегрева 2GR очень не любят. Слушайте его на отсутствие посторонних звуков. Самое страшное, конечно, со стороны блока цилиндров, потому что проблема с 5-м никуда не делась. И на моторе с большим пробегом вполне может уже отсутствовать компрессия по одному из горшков. Что, конечно, будет сопровождаться ошибками по электрике и соответствующими мощностными потерями. Муфты-фазовращатели на пробегах свыше 200 на 2GRFE вполне могут начать стрекотать. Ну а цепи ходят где-то плюс-минус до 300 тысяч. Потом может потребоваться их обновить. Расход топлива на Альфарде на 3,5 моторе, конечно, маленьким не назвать. Но и едет машина все же немножко по-другому. Хотя транспортный налог здесь будет, конечно, куда больше. Что касается коробки передач, то что автомат, что вариатор на 2,4 Альфардах в основном очень требовательны к качеству масла и к интервалам его замены. Для автоматической коробки интервал замены 50-60 тысяч. В противном случае есть риск к пробегу 250 уже посмотреть ошибки по блокировке гидротрансформатора ввиду того, что начинают выходить из строя соленоиды. И причиной тому служит как раз-таки грязное масло. Ну а вариатор серии К112 на самом деле не такая уж и плохая коробка. Причем с поправкой на большой вес самого кузова и мотор 2,4 литра. Она хорошо и долго. Не забывайте менять масло в вариаторе почаще раз в 40-50 тысяч километров пробега. Ну и одна из проблем, которая в принципе диагностируется на слух с альфардовским вариатором К112, это проблема с подшипниками, а конкретно с их гулом. Так что при езде обращайте внимание на отсутствие посторонних звуков со стороны трансмиссии, а тем более рывков или дерганий. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом у этого автомобиля, каталожное значение для которого 160 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли это действительности. Низшая точка в данном случае находится у нас под передними лонжеронами, где вполне может крепиться защита моторного отсека. До них 170 миллиметров. Передний бампер находится на расстоянии где-то 18,5 сантиметров от асфальта. До резинового брызговичка 14 сантиметров. До порога 20. Порог в задней части 22 сантиметра. И нижний край заднего бампера находится на расстоянии 24 сантиметра от асфальта. Так что в целом по дорожному просвету Toyota Alphard 2-го поколения далеко не аутсайдер. Правда, нужно делать поправку на немалую базу этого автомобиля 2.95. Что касается подвески Alphard и вообще, что мы видим здесь снизу. Передняя подвеска у этого автобуса реализована по схеме Макферсон. Схема концептуально классическая, но все здесь просто огромного размера. Это касается и самой стойки, и стоек стабилизатора, которые здесь имеют очень большую длину. И, собственно, толщины прута переднего стабилизатора, который здесь также по меркам легковых автомобилей весьма немаленький. Шаровые нижних рычагов в данном случае на болтовом соединении меняются без съема рычага. Конструкция консервативная и, в общем-то, по отношению к потребителю правильная. Что касается обслуживания переднего стабилизатора для замены втулок, в данном случае придется частично демонтировать защиту на нижней части подрамника, чтобы до них добраться. Рулевая рейка в данном случае уже электрическая, никакого гидроусилителя здесь нет. Минус целый ворох проблем с этими системами. Что касается антикора. Антикором на самом деле Alphard H20 обработан и достаточно плотно. Опять же, по меркам машин для внутреннего японского рынка. Здесь он есть на швах кузова. Это, само собой, причем довольно-таки увесистым слоем. Также здесь отдельно обработаны с завода антикором пороги. Причем по всей своей длине до самой задней части. Ну, а по центральной части кузова антикор присутствует, но в довольно скромных количествах. В задней части автомобиля мы видим топливный бак объемом 65 литров. Причем этот объем будет одинаковый для всех вариантов исполнения Alphard. Что для габаритных, что для моторов 3.5. А вот чего мы здесь не видим, так это кардана. В электрической версии за заднюю ось отвечает отдельный электродвигатель. Мощность его 50 кВт, как мы уже упомянули в начале. И подключается он по команде компьютера, когда это необходимо. Подобная схема не делает из Alphard внедорожник ни в коем случае. Но позволяет уверенно трогаться на скользком покрытии. Так что зимой на гололёде вам не придется запариваться на тему того, что вы остановились ведущими колесами на льду, а не на проплешине асфальта. Спокойно тронетесь, причем даже в гору. А вот задняя подвеска здесь достаточно простая. На следующей третьей генерации Alphard уже появится многорычажная схема. Но в нашем случае подвеска зависимая. По сути дела она представляет собой балку. Так что компонентов здесь по-прежнему минимум пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену. Ну и сзади мы видим запасное колесо. Причем в формате докатки, подвешенной на кронштейне. Таким мы увидели сегодня Toyota Alphard 2012 года в рестайлинге в кузове H20. Это гибридная полноприводная версия автомобиля без пробега по России. Если у вас был или есть подобный автобус, на котором вы намотали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, ищущим себе Alphard, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный автомобиль, который сегодня был на нашем подъемнике, есть очень приличный шанс, что к моменту публикации данного видеообзора этот автобус все еще будет у нас на продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по машине, включая пробег и стоимость, вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Там есть адрес электронной почты и телефон, а на телефоне WhatsApp. Так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, не забывайте лайкать, подписываться на канал. Ну и спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока!